И всем снова привет-привет, с вами Брайан Нэтт. Мы продолжаем прохождение игры Total War Warhammer за Империю. Это четвертая серия уже. Посмотрим на чем мы остановились в прошлой серии. Остановились мы на том, что мы продвигались к городу Веча и захватили Карабург. Сейчас мы посмотрим, что мы можем построить на этом входе. Так, тут мы построить ничего не можем. В Рейкландии нам тоже пока ничего не доступно. И тут у нас в Горселе уже все строится. Так, заканчиваем, значит, мы ход. Отправляли мы нашего мага на задание. И вот мы получили тоже еще одно задание. Рейкландский Руноклык. Нам надо будет пройти сюжетную битву. И также нам надо было боевого мага отправить в Астермарк. Отправим мы его сюда. Так, ну сюжетную битву пока я проходить не буду. Мы, потому что должны захватить город Веча. Вот нам уже доступен второй уровень города. Отстроим его сразу же. Так, а тут нам продвигаться пока некуда. Либо начинать войну. Так. Не будем мы пока, значит... Ничего захватывать. Поставим осаду. И закончим наш ход. К нам даже подкрепление прислали. Мы немножко опередили по осаде. И к нам кто-то там идет. Во, волнение, хаос. На севере сгущаются тучи. Ходят слухи, что многочисленные племена варваров, живущие в тени хаоса, прекратили борьбу за покровительство. И объединились. Скоро, значит, придет хаос к нам. А тут появились у нас мятежные вампиры. Так, вот, вампиров и мятежных, конечно, не ждал тут. Отстроили мы четвертый уровень города. Можем построить оружие. Отстроим зверинец. Как-то у нас так все хорошо довольно-таки пошло у нас. По экономике мы имеем 8700. Давайте на нем отряд Молот-Ведьм. И вернем. Подойдем сюда, поближе. На нем рыцаря империи, который мы потеряли в последней юбиле. Это для лучших. Продвинем нашего мага по заданию. Посмотрим заодно, что тут происходит. Зверолюды держат осаду. Кислево пока все непонятно, что происходит. Но скоро туда придет уже хаос. Попробуем убить вражеского агента. Нам это с легкостью удалось. Так, уровень мы не взяли. Можем, в принципе, провести авто-битву тут. Купировать поселение. Сразу же из-за того, какой-нибудь указ. Думаю, пока мы тут построить ничего не можем, да? Нет, вот. Построим мы поля, чтобы побыстрее пополнялся населением наш город. Тут мы можем построить второй уровень мастерской. Возьмем высокие стены. Возьмем Тут у нас ее сейчас снайм. И закончим битву. Наш ход. Что нам предлагает Тосвун? Предлагает нам торговое соглашение. Ну, я думаю, согласимся с его предложением. Потому что подходит хаос. Надо всем сплотиться. Цель достигнута. Дополнительных целей достигнут. Выполнили только одну дополнительную цель. Оккупируйте или разграбьте, разорите, разрушьте не менее десяти разных поселений. Что у нас по дополнительным целям? Присоедините к вашей конфедерации не менее двух фракций. Держите не менее сорока пяти отрядов. У нас сорок один уже. Постройка должна возведена. Коллегия магов. Выполните пятнадцать из следующих заданий. Сейчас только два. Победите три или более армии гарнизонов и добитесь результата героическая победа. Все понятно. Так, не дотягивает немножко наш агент до города. так, нас могут атаковать. Нам надо набрать несколько отрядов и отправить на помощь нашему гарнизону. Наберем лебардистов и наберем арбалетчиков. у нас отряд еще набирается. Заканчиваем наш ход. Практически добрались мы по заданию. Так. Мир и стать вассалом. Давайте. в принципе нам та территория не очень важна и даже нас будут прикрывать от скельги. Добрались мы на задание. Заключили вассальный договор. Попробуем с ними наладить торговлю. Не хотят они торговлю. Платить я им ничего не буду. Так. И тут уже нас осаждают. Попробуем провести заказное убийство. Выполнили задание. Доведите сумму в казне на начало хода до 10 тысяч. Так. Что мы можем выучить? Выучим минус скверне. что скоро прибудет хаос. Вернем Карабург один стек. Отстроить пока мы тут ничего не можем. Уже поднимается потихоньку у нас скверна во всех городах. Также нам надо еще отыграть сюжетную битву. я думаю мы прямо сейчас и сыграем. Нет, не можем сейчас сыграть. На следующем ходу только. так, и вот она осада. Сыграем битву. Продведем сейчас быструю расстановочку. у них две башни. Копейщиков пока я думаю оставим всех внизу и понаблюдаем за осадой. три отряда ужаса из склепа. Скелеты. Стражи могил. Элитная пехота у них. Даже не знаю получится ли нас отбить. Отбиться от них. Ужасы из склепа отправляются к воротам. Переместим наших копейщиков сюда. Не хотят пока башни падать их. Сосредоточим урон на их лорда. Так очень странно ни одна башня не пала. Они уже почти добрались. Перемещаем наших арбалейщиков к воротам. Сюда подводим наших мечников. высадились на наши стены. Скелеты карабкаются уже на стены нам. Надо еще кого-то отвезти сюда. упыри напали на наших копейщиков уже. Завязалась битва на стенах. Отвели мы арбалейщиков. ломают, ломают нам стены уже. что тут у нас происходит. Там пока сдерживаем их. Так прорывается к нам через ворота. Сюда поднялся лор. Не получается нас пока их задержать полностью. Передвинем обалейщиков немного. Несут потери наши копейщики. Отправим один отряд копейщиков на стены. Начнем вести стрельбу в тыл по скелетам. Если получится. Да, принялись вести обстрел. Тут наши мечники уже запаниковали. обстрел. Так, отряд мечников уже держит с поля битвы. пробуем пока уничтожить как можно больше скелетов. Тут тоже немного проигрываем. Громят тут наших копейщиков пока. Хотя по численности мы превосходим их пока. Направляются на некоторые отряды к площади нашей. Надо их туда не пропустить. Отправляем за ними наших раболейщиков. там еще лорд их не да. Не некого нам отправить на помощь. Беск нему по-быстрому выпилить страж могил на стенах. гремя гремя наших копейщиков потихоньку без шансов. Так, куда вы побежали? Куда вы побежали? Что вы творите? Не синих давайте. Так, начали вести обстрел. они как раз стоят с спинами к нам. Там вроде собралось с дисциплиной несколько мечников. пробуем убить этих. Так, освободился у нас один отряд копейщиков. отхиливаются понемногу стражи могил. Направляем их вниз. Стражи могил прорываются здесь тоже. все наши копейщики спустились в бега. с проигрываем осаду к сожалению. Держат нашу площадь, осталось буквально 20 секунд. И мы проигрываем, да, потерпели мы доблестное поражение, потеряли наш город, столицу в регионе, довели мы сумму до 10000 в начале хода, поселение разрушено. Победите 5 или более армии гарнизонов следующей расы, племена зеленокожих. Возьмем площадь дисциплины и нам надо как-то возвращать наш город, который мы потеряли. Куда интересно делись они, тоже непонятно. Тут у нас Собиратели Черепов. Отправляем на колонизацию отряда, наберем стерзанные души флаггилянты. Так, мы можем уже отстроить второй уровень поселения. Тут нам доступен уже третий уровень поселения. Гильдю портных отстроим. Так, и закончим ход. Гильдю портных отрядов Сигмана. Так, минимум он созрел на торговлю и требует от нас 3000. Ну ладно, так уж и быть, согласимся мы. У них там совсем все плохо с одним городом. Так, конфедерация гномов. Избыток в пустошах. Так, устроительство нам пока недоступно. Бальтазаров взял второй уровень. Раскаленный урок изучим. Посмотрим, что мы там можем расставить по должностям. Плюс три к порядку возьмем. Ну тут в принципе без разницы уже. Так, мы отстроили зверинец. Оружение. Высокие стены отстроили. У нас тут вампиры немного окружают. Пробуем заблокировать армию. Не удалось этого нам сделать. Попробуем занять поселение пока. Поселение мы заняли. Надолго ли мы его заняли? Прокачаем дальность прохода. И начнем отстраивать заново. Да. Так, капитан достиг второго уровня. Мастер клинка. Так, у нас там куда-то маг отправлялся. Я уже забыл где мы его потеряли. Ага, вот он. Возвращаем его обратно в родные края. Так, война у нас пока только с вампирами. Заключим торговлю. Нет, торговля нам недоступна. Откажутся они торговать. С гномами попробуем поторговать тогда. Нет, гномы тоже не хотят торговать. Так, с кем мы еще можем поторговать? С пограничными княжествами. Тоже отказываются. Все понятно с ними. Я думаю теперь можно сыграть сюжетную битву. Так, три стака. Два подкрепления. Ну играем сюжетную битву. Здесь мы и бал** иногда проявились. ПОия ahorкаいました, молодцы. М kilo보다 сам�una Subscribe. Вы слышали, па sido милен! По сути с кем它的 обычная любопытация, чу relevance со временем американского аркиы. Мои числали с tietыми к Snow as�나 pivotом mín второй минуты на берегу. Как меня ненавил Сирheads! Мы прошли много кил星 И But there isn't настолько огромная Рейдеры на земле Норд-Лан. Мы ходили много килограмм, но нет дистанции настолько большого, что я не радостно ходил в этом, нашу абсолютный фоу! Я не удовлетворил чрезвычайную пленку наших предков. Я не довольна. Но если бы мы проживали этот день? Девушки отдыхают, чтобы мы привезли революционные Трибы обратно через море, тогда, с твоей блестки, я возьму Райкланд Рунфанг и использую его для убедения наших врагов, для выживания моего пути через Сигмар. Вы с нами, мальчики из импирая? Потому что когда Норфтмен приходят, они будут вверху, как их богатые дожди demand. Так, просмотрели мы небольшое вступление, теперь примемся быстро расставлять наши войска. Мечников поставим в самой гуще событий. Перед ними поставим арбалетчиков. Пистольеров поставим на возвышенности. Конницу справа поставим. Копейщиков мы поставим перед нашей артиллерией ударной. Сюда скинем генерала. И для прикрытия правого фланга тоже оставим. Да нет, альбардистов мы сюда тоже поставим, потому что, я думаю, из леса они могут напасть запросто. Как-то вот так вот. Все, приступаем к битве. Сразу же уже подкрепление подходит к ним. Да, в принципе, угадал, пойдет часть войск через лес. Ихни войска прям тают от наших ударов. Тут конница с метающими топорами у нас, да? Сейчас посмотрим, что мы с ним можем сделать. Давайте наведем артиллерию на другой отряд. Там уже по численности их немного осталось. Обстреливают они ихнюю пехоту. Сейчас мы будем отводить их назад. Нас обходят там с фланга. Тоже. Надо не прозевать момент. Все, отступаем. Так, тут собаки идут. Псы хаоса. Тоже отступаем назад. Так, наши лебордисты что-то медлят с отступлением. Давайте побыстрее, побыстрее. Где ихний лорд? Где ихний лорд? Вот он, вижу ихнего лорда. Надо обстреливать технику летающую конницу. Завязываем сейчас ульту на дисциплину и на понижение характеристик врага. С тальерами мы обстреляем идущие крепления. Попробуем их догнать. Убегают они. Так, вы куда-то слишком близко подходите. А вы куда поехали? Куда вы поехали? Давайте назад. Давайте, давайте. Попробуем лебордистов завести во фланг. От них пускают, обстреливают. Так, не бежала ихняя конница. Попробуем зачаржить их в тыл. Сейчас собаки идут, да? Не походим от них, не походим. Вот, походим лебордистами. Не хотят, не хотят они вести огонь по ним. Держим мы пока центр. Начинаем чаржить их. Бордисты, давайте огонь поконным грабителям. Тут отступают. Заводим их сейчас. Нашу рейкс-гвардию от них в тыл. Пытаются нас перехватить. Ихнипсы хаоса. Потеряли мы практически полностью один отряд мечников. Отступают. Тут они отступают уже. Сейчас мы начнем их окружать понемногу. Ударим в тыл. Приближаются еще подкрепления. Ударим оставшиеся войска, их не. Они бегут потихоньку все. Так, ихний лорд почти уже тоже пал. Добили ихнего лорда. Достанет ли. Ну давайте, давайте. Так, возвращаем наши войска обратно. Надо быстро перегруппироваться. Загруппировать надо все войска обратно. Сгруппировать, извините, сорри. Ха-ха-ха-ха. Встречаем. Возвращаются обратно. Так, начали их обстреливать. Так, возвращайтесь обратно тоже. Нечников надо выстроить в строй обратно. Арбалечка тоже выстраиваем в строй. Так. А нам чем-то запилил ихний лорд. Пронесли мы потери. Сейчас мы кавалерии попробуем их обойти тоже. Догоняет 5 лорд наши войска. Не будем мы, наверное, ждать, пока они все дойдут. Примемся к наступлению. Додавим те войска. Будем обходить их. Там еще один лорд идет. Маг, точнее, идет там. Ой-ой-ой, надо прекращать огонь срочно. Иначе мы... Своих... Да, поспавим прям. Заходим на фланг. Еще там чем-то запилили по нам. По нашим ветеранам. По нашим ветеранам. Так, там остается еще ихнимаг. Отправляем нашего императора на него. Догоняем тех, кто бежит. Там еще что-то скастовал он. Там вернулся еще ихний лорд обратно. Завалило нашего императора. Управляем ему помощь. Догоняем убежавших всех. Все, преследуем всех, кто остался. Переходим на режим ускорения. О, там еще подкрепления. Еще, еще, еще идут. Возвращаемся обратно все. Все обратно там конятся. Стреляющие. Всех арбалейчиков на них отправляем. Давайте. Палите по ним. Жарьте их. Они принялись отстреливать в нашу рейс-гвардию. Они... Сейчас их арбалейчики выкосят всех. У них там 15 брони всего. Да, все. Все, убежали они тоже. Все, вот мы и прошли сюжетную битву. Заканчиваем бой. 4 300 мы получили за битву. Мы выполнили задание. Взяли 15 уровень. Изучим еще смерть. Смертокоготь. И не 5 родной земли. Да. Вот так вот. Так, на этом ходу в принципе больше ничего интересного не будет. Заканчиваем ход. Так. Ага. Мы указ забыли сдать. Сюда на порядок указ издаем. Надо набрать несколько отрядов еще. Полупобитые армии. И вдруг кто нападет. Провалили мы какое-то задание тоже. У нас окружает куча агентов. Убили мы одного агента. Я бы, если честно, убил бы собирателей черепов. У нас единственная орда осталась. Так, давайте сейчас построить и все быстро пробежимся. Нет. Я принц и император. Да, добьем его, думаю, череп тоже. Да, добьем его, думаю, череп тоже. Первая битва императора, она уже будет уже на смерти когти. Быстро выполняем расстановочку. Кавалерию спрячем в лесу. И все на этом. Все, начинаем битву. Батарея у них ракет принялась обстреливать уже. У них шесть отрядов на вепрях. Но у них у всех очень низкая защита. Будут пытаться нас обойти. Будут пытаться нас обойти. У нас всего лишь две кавалерии. У них очень низкая защита и быстро все умирают. Делаем перестановочку обратно. Прячем всех своих пистольеров за спины копейщиков. Арбалетчиков надо отводить срочно. Обходят нас они потихоньку. Смертоковки опускаем в гуще событий всех. Производим мульту нашего императора. Так вот завязалась битва. Отправляем на помощь копейщиков. Арбалетчики не успели отойти. Мы тоже принялись в ручную. В ближний бой вступили. Генерал не вернулся обратно. Добивать надо их стрелковых пацанов. Давай, давай, нам лорда. Сзади нас нападают. Друг зашли нам. пытаемся сдержать их на нашу батарею напали довольно таки очень сильно они у них очень маленькая защита очень большой показатель урона и довольно таки легко выпиливают наших мечников всех так и все отступают они все преследовать их не будем заканчиваем бой сразу добиваем автобоя все уничтожили мы собирательный черепок возвращаемся обратно в вечер так давайте изучим смертельный клинок и знак зигмара и заканчиваем ход исследовали мы технологию останавливаться лучшая тяжелая лучше на тяжелое оружие пробуем убить не получилось у нас его убить вражеского шпиона так наш маг почти добрался уже давайте чуть строим тут заново все здесь построим стены и второй уровень усадьб ну и на этом четвертая часть прохождения за империю подошла концу всем спасибо кто посмотрел данный ролик подписывайтесь комментариях ставьте лайки всем до свидания